Глупый трагический случай забрал жизнь великого спортсмена, талантливого человека и моего друга. За короткую жизнь он сделал многое. Он умел работать и умел дружить, окружая себя людьми со всего света. И сегодня эти люди вспоминают Дениса таким, каким он был и останется навсегда. Лен, как появился Денис в вашей группе? Я знаю, что вы увидели его выступление на турнире «Хрустальный конек» в 2003 году. И после этого он оказался здесь, в Ледовом дворце ЦСКА. Я его увидела совершенно случайно. Приехала на эти соревнования. Это проводились первый раз. Такие странные СНГ сделали у нас. И вдруг я увидела такого маленького, смешного мальчишку, то ли из Японии, то ли из... То есть таких детей у нас не было. И я стала спросить, а кто это такой? Он ничего не умел делать абсолютно. Но он настолько был артистичный, и он настолько был самобытный. Вот просто маленький такой алмазик появился. И потом, буквально после старта, они приехали с мамой сюда. На просмотр? Да. Я говорю, да ладно, вы хотите здесь кататься? Я говорю, а как же вы живете где? Мы в Алма-Ате. Я говорю, а где вы катаетесь? Хотела спросить, у какого тренера? Оказывается, они катались в магазинах, которые стали строиться. И там были маленькие катки. Я говорю, как на катках? Она говорит, а у нас нет катка вообще. То есть вот такое чудо, которое просто хотело кататься. И вот появилась в Алма-Ате, в той стране, в которой вообще фигурного катания не было. Настолько он был фанатичен, настолько ему нравилось то, что он делал. Это, конечно, такая большая редкость для детей. Я была просто ошеломлена его талантом. Вот он маленький все-таки. Да? И вот как он это делал, как он над этим работал. Не надо было вот объяснять. Я впитывал моментально. Понимаешь? Вот я увидела у него тоже вот такие глаза, как у тебя. Понимаешь? Вот все. Делает сразу. Делает сразу. Проверит и делает. Он же прекрасно катался, прекрасно передавал музыку. Он прекрасно ее слышал. Он говорил даже, что он хочет. Да? Я ему тоже приносила все время музыку. Но вот такое у меня было ощущение, что я со взрослым человеком. Что я не с ребенком, а со взрослым человеком. Был. Он одаренный. Но это настолько редко, как ты сам знаешь, что в фигурном катании, что ребенок может и петь, кататься. В дальнейшем мы узнали, что он и сочиняет музыку. Он пишет сценарии. Он пишет сценарии. Это я не знала. Он очень много предлагал. Это тоже редкое качество спортсмена. Он был с автором. Он предлагал. Где-то я соглашалась даже, когда он был там не совсем большой, так скажем. Да? Больше видел даже, чем кто-либо. С ним можно было соглашаться, можно было не соглашаться. И это надо было ему объяснить. Это надо было ему объяснить. И он понимал. И делал дальше, как надо. Мы с Денисом познакомились в школе. В классе втором, если я не ошибаюсь, второй или, может, даже третий. В воле судьбы мы оказались с Денисом в одном классе. И он сидел на парте впереди меня. Он сидел на первой парте. Так как и я был небольшого роста. Был мальчик Валера, который делал за Дениса все уроки. Потому что Денис утром приходил с мамой. И мама чаще всего отпрашивала его, так как у него были тренировки. Уже с детства он был больше занят именно тренировками. Но именно по знаниям он не отставал ни от кого. Несмотря на то, что он мог пропускать месяц целый отрезки, он быстро нагонял. Когда мы вместе ездили, мы иногда такие были полукомнатные комнаты. Вот в мотелях снимали. Потому что не было денег вообще. Я жила в одной комнате, они с мамой в другой. Я видела, как он учился сам. Как он изучал язык сам. Потом он поступил в институт сам. Я была потрясена. Я говорю, Оксана, а как он? Он говорит, он сам заочно все делает. Он успевал. И со школой, и со спортом, и с музыкой. Я до сих пор помню уроки музыки. Их он как-то не пропускал. Он тоже стоял в первых рядах, пел. И это дело он любил. Я помню, как мы попрощались. Возможно, это был май. Три последних четверти. Май, либо, может, даже раньше. Денис уже уезжал в Москву на тренировки. То есть тогда уже был знак того, что карьера начинается серьезно. Даже я помню, что в классе четвертом, возможно, или пятом, мы собирались в актовом зале, когда Денис впервые что-то выиграл. И тогда он уже нам в дневники ставил свои автографы. И они переехали сюда с мамой, жили. Здесь снимали квартиру. И долгие годы, в общем-то... То есть, собственно, инициатором появления Дениса на этом катке выступила, наверное, его мама. Мама, конечно. Мама – это его самый близкий друг, его соратник, менеджер потом, впоследствии. И они были все время вдвоем. Было очень трудно семье, потому что Оксана жила все время с Денисом здесь. А папа со старшим сыном, они были все время в Алма-Ате. То есть, семья была разделена. Это тоже тяжело. Это очень тяжело. Он был все время с мамой. Ту маму я обожаю. Эту маму. Которая отдала ему всю жизнь, всю себя. И совершенно ему не мешало. Когда он вырос, конечно, они стали выезжать очень много. Мы побывали в Америке. И, конечно, было больше искушений. Конечно же. И они выбрали путь в Америку. И там тренироваться, там им, может быть, было более комфортно. Может быть, даже тот же климат им больше подходил. Конечно, они южные люди. И он хотел дальше развиваться. Ему надо было дать другой шаг, вот этот воздух. Чтобы он глотнул другой воздух. Когда он туда уже приехал, с ним, я считаю, что потрясающе работал Лори Николь. И, конечно, Фрэнк. Фрэнк Кэрол. Мне кажется, что они тоже были осчастливлены тем, что он пошел именно к ним. И у них он нашел... Они очень хорошие люди. Он у них нашел такую вот какую-то любовь и понимание его. Макс, мне кажется, что каждый спортсмен, который рано или поздно выступал на чемпионатах Европы и мира на своих национальных турнирах, который вышел на определенный высокий профессиональный уровень, встречал Дениса именно в свое время. Ты можешь вспомнить тот год, может быть, те соревнования, на которых ты встретился с Денисом? Я помню свое первое впечатление, когда мы с Татьяной, с твоей супругой, это был, по-моему, 2008 год, пришли на каток в ЦСКА, Елене Буяновой. И тогда я первый раз обратил на этого мальчика внимание. Как-то он запал мне своим катанием, своей манерой катания. На тот момент он уже владел достаточно неплохо сложными техническими элементами. И я познакомился с мамой тогда, узнал, как его зовут, что за мальчик. И откровенно маме сказал, что у вас очень талантливый сын, и я думаю, что в фигурном катании вас ждет большое будущее. Ну, самое яркое воспоминание, на самом деле, о Денисе, это 2009 год, чемпионат мира в Лос-Анджелесе, когда этот маленький мальчик, 16-летний, поднял зал, поднял огромную арену Степлис Центр, в которой играет Лос-Анджелес Лейкерс. Огромнейший зал. Мы все выходили и чувствовали себя в ней какими-то маленькими букашками. И вот этот вот маленький мальчик, 16-летний, с бешеной энергетикой, поднимает в едином порыве весь этот зал своим катанием, попадает на свою первую Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. И это, наверное, самое яркое воспоминание об этом спортсмене. Потому что Денис действительно был спортсменом ярким, спортсменом с большой буквы, который обладал невероятной энергетикой, невероятным каким-то чувством музыки, чувством зала. И умел этим залом управлять. И это очень редко бывает в нашем виде спорта. И вот Денис действительно этим помогал. Ты вот в последнее время очень много уделяешь внимания и времени постановкам программ и тренерству. С точки зрения тренерства, кем являлся, кем был Денис, когда выходил на лед? Ну, прежде всего, он был артистом. В нем это было. Но еще ко всему он очень хорошо владел техническими элементами. И со стороны я достаточно долго наблюдал за ним. И для меня было очень странно, что, обладая всем арсеналом для того, чтобы выигрывать соревнования, как-то не складывалась у него карьера. Всегда он где-то не в лидерах был очень долгое время. И даже когда катался, хорошо выступал, не ставили ему того, что он заслуживал. И не занимал он те места, которые заслуживал. И для меня очень стало приятным его прорывной 2013 год, когда он стал вторым на чемпионате мира. Ну и, естественно, Олимпиада. Здесь, в Сочи, когда все сложилось и принес бронзовую медаль для Казахстана. Он стал мега-звездой в своей стране и заявил о себе с большой буквы. Он герой Казахстана, олицетворение фигурного катания Казахстана. Но посыл другой. Понимаешь, очень многим нашим ребятам надо учиться этому посылу. Потому что, да, ты на льду чемпион, да, ты на льду сделал многое. Но не надо подменять одно другим. У него были очень четкие ориентиры. Мы встретились с ним на ледовом шоу, которое я делал в Эстонии для Дня города. И это было грандиозное шоу, куда, конечно, пригласил Дениса. И я немного волновался, потому что была наша практически первая встреча. Ведь мы же у него в гостях. А вроде шоу мое. И как он на это среагирует? Будет ли некий такой снобизм? Типа, ну, сделайте, что вы мне скажете. Или вообще, как мы, значит, найдем общий язык? Ну, прям стенка рухнула. Потому что он и его мама, они сразу подошли и сказали, что они вообще поклонники огромного дневникового периода. Что они пересмотрели все эпизоды. Что для них было бы большой честью, чтобы мы вместе поработали. Общее слово такая большая честь. Я же даже переставлю немного. И все это в такой уважительной форме. И спасибо, что вы приехали в Эстону. Спасибо, что фигурное катание здесь живет. То есть любая фраза начиналась со слова спасибо. Но он тогда меня буквально покорил. Вот этой своей тонкой интеллигентной... Понимаете, он считался на льду. Как бы он на льду, вот он такой был. Он не снимал коньки, вдруг становился совершенно другим человеком. Он был и там, и там одинаково. Вспомните его многочисленные шоу. Денис и его друзья, по-моему, на протяжении нескольких лет мы там вместе выступали. Может, вспомните какие-то яркие моменты из тех поездок в Казахстан. Помимо многочисленных банкетов, конины и так далее. Ну, Денис всегда с распростертыми объятиями всех встречал. И действительно делал Дениса друзья. И мне кажется, можно было даже добавить еще Дениса друзья и семья. Потому что он действительно объединял всех. С такой душой, с любовью. Всегда знакомил со своей страной. Всегда объединял даже легендарных спортсменов уже бывших лет. И те, которые только пришли на пьедестал, там, заявав свои золотые медали. Да самое главное вообще в его шоу, потому что все шоу называются Champions on Ice, Art on Ice, Stars on Ice, Imagine on Ice. А у Дениса называется шоу Денис и друзья. И это единственное, наверное, шоу в мире, которое так называется. Где нет связи со льдом, с фигурным катанием еще. И это тоже очень много говорит о Денисе. То есть он не называется Казахстан on Ice, Денис on Ice. Он это Денис и друзья. Потому что он действительно был нам огромным-огромным другом. И всегда говорил, если бы я мог всех своих друзей пригласить в одно шоу. То оно было бы бесконечно. В один год, да, то оно было бы бесконечно. Буквально 2-3 шоу, но это была прям целая жизнь. Потому что Денис начинал приглашать фигуристов заранее, певцов. Далее он договаривался с площадками. Писал музыку специально для этих шоу. Также он вдавался даже в такие маленькие подробности, как покупка билетов. Это же вообще уму непостижимо, что один человек организовывал такой грандиозный проект. А рестораны? Да, культурная программа. Культурная программа была тоже на высшем уровне. Потому что мы знакомились с традициями, с национальной кухней. Для нас устраивались после уже шоу различные выступления национальных костюмах. Люди танцевали, показывали нам, что есть Казахстан. Поэтому забыть эти шоу невозможно. Всегда чувствовалось, что он хотел дать все самое лучшее. Показать, чем богата его страна, какие достопримечательности есть, какой у нас прекрасный народ. Вот посмотрите, вот своим собственным примером он показывал, что вот с чего я начал, и смотрите, с чего я смог добиться. И каждый, кто захочет, сможет сделать то, ну, по крайней мере, не меньше. Он очень гордился, очень гордился своей страной. Он, конечно, обожал, он хотел ее прославить. Он был нацелен на это. Он хотел, чтобы люди в Алма-Ате, в Астане, вообще его народ полюбил фигурное катание. Он прямо это с детства хотел. Он хотел, говорит, я хочу, чтобы я приносить медали в свою страну. Он все это сделал. Он все это сделал. Мы очень много разговаривали с ним о его планах. Я его чуть ли не допытывал, что же он собирается делать после карьеры фигуриста. Потому что я, последовательным, я ввел мероприятие, шоу Дениса Тена и его друзья. И мне было интересно, я говорю, ну, что дальше, что обычно происходит. Он говорит, я хочу быть тренером. Я хочу быть тренером, но для этого я должен научиться. Для этого мне надо учиться, и я не готов сейчас. В последнее время я очень много слышала о том, что Денис действительно был не только сам чемпионом, но и очень сильно болел идеей того, чтобы в Казахстане была очень сильная федерация фигурного катания, чтобы спортсмены представляли страну. Именно страну он всегда был патриотом и хотел, чтобы он был не последним на пьедесталах. Он очень сильно любил мою дочку. И опять-таки у дочки тоже есть своеобразный вкус, она не ко всем идет. А каждый раз, когда она видела Дениса, когда он уходил, она все время нас спрашивала, а где дядя Денис, где дядя Денис. И каждый раз, когда они встречались, то есть у Дениса был талант еще и общения с детьми. То есть он как-то располагал к себе. Если дочка, она видит, что, она чувствует, что человек не любит дитя, она к нему не подходит. К Денису она бежала. Когда он уже вырос и завоевал, и народ его полюбил, и народ полюбил, узнал фигурное катание в его острове, у него немножко стало больше расширяться круг озора, то есть он немножко себе позволил, как я думаю, он немножко позволил себе заняться тем, чем ему хотелось. Мы долго с ним обсуждали его музыкальную карьеру. Опять-таки, когда он начал все это мне показывать, свою музыку и свои песни, какие-то в сыром исполнении, еще в сырой обработке, я был абсолютно поражен тем, что насколько он многокранен и многосторонен, и насколько он просто, наверное, не по-человечески талантлив. И, опять-таки, на нашем, на его шоу, на репетиции, когда включили песню «С чего он be mine», и вышел Денис и начал танцевать, сначала, сначала я подумал, что это какой-то американский исполнитель, что-то вроде Джастин Бибера или такого же уровня. На второй репетиции, там, спустя полчаса, я начал улавливать нотки Дениса, и я не мог поверить, насколько это крутая песня. Он был, как раз-таки, насколько мне показалось, в такой конфликтной для себя ситуации, то есть он не мог решить, что делать дальше со спортом, потому что, помню его выражение, что спорт молодится, олимпиады становятся все сложнее, и его уже очень сильно интересовала музыка, интересовало творчество, сценарии он писал. Идея Тимура Бекмабетова, известнейшего режиссера, который придумал конкурс свой, и огромное количество людей, я боюсь соврать, но там около тысячи или даже больше тысячи людей в международный конкурс присылали свои сценарии. И Тимур должен был снять фильм по лучшему сценарию. И Денис вошел в пятерку лучших, попал в финал этого конкурса, в Москве представлял свой сценарий. И одна из моих знакомых, которая занимается пиаром фильмов, прислала мне фотографию и написала, что ты знаешь этого парня? Я говорю, конечно, это же Дениска, наш там друг. И она мне пишет, он произвел невероятное впечатление, такой молодой и такой крутой сценарий. Были в Сан-Диего, мы с Кольцом помянули о сценарном конкурсе, который мы проводили. С Денисом мы поговорили всего один раз, за ужином, посвятили этой теме, может быть, минут 15-20. И какое-то время прошло, я уже, собственно, даже забыл об этом разговоре. И он мне звонит, говорит, Игорь, я вот, ты знаешь, прошел финальную часть вашего конкурса, а я даже не знал, и он об этом мне не говорил. Он хотел, чтобы это было максимально честно, максимально... То есть он мог бы мне позвонить, сказать, вот, Игорь, я подал, посмотри сам, прими какие-то... Нет, все только после того, как он стал финалистом конкурса, я узнал, что он приезжает на защиту, на питчинг. И дальше планировали работу по этому проекту. Мы должны были встретиться, я должен был ему больше рассказать о формате. И я уверен, что Денис бы сделал потрясающий фильм. И сейчас у нас, у всех есть очень большое желание сделать этот фильм вне конкурсным, но осуществить, да, это этот маленький креативный проект Дениса, который несет в себе очень-очень большое значение для нас всех, потому что даже если сравнивать его историю и ту... Ну, те другие истории, да, других профессиональных сценаристов, то его история была самая светлая. Да, такой же, наверное, самая светлая история от самого светлого человека, друга. Я думаю, что он мог бы развиться в такого очень большого продюсера. Я знаю, что он и с кино было уже связано, а в этом фильме снимали. То есть из него шла творческая энергия, и он бы точно ее... Он бы точно ее реализовал бесспорно, потому что ему явно было и интересно кататься, но вот уже последние годы я видел, что ему где-то немножко, может быть, даже тесно. Человек лег в 4, и в 8 утра начиналась только эта клавиатура. Он отвечал на e-mail, там, по фигурному катанию, возможно, там... Потом уже с утра начинал писать музыку. То есть суперактивное утро у него начиналось. И это, я не знаю, когда он спал, и вообще сколько у него было требований, просто, ну, меня удивило, его трудоспособность. Он невероятно трудолюбивый. И видя, что я работаю до 2 часов ночи, он тоже писал, что это так надо, надо работать, надо успевать, это правильно. Сейчас самое то время, сейчас мы должны все успеть. И это меня мотивировало. Денис — это явление, Денис — это великое явление. К сожалению, мы привыкли, уже начинаем привыкать к тому, что вот люди, такие великие люди рано уходят. Для фигурного катания там высочайшего уровня звезда была, ярчайшая, и, конечно же, эта потеря, она невосполнима. На этом самом льду арены «Айсберг» в городе Сочи Денис Тен взял самую значимую медаль своей спортивной карьеры — бронзу Олимпийских игр. Он был выдающимся спортсменом не только своей страны, но и всего мира. Но самое главное — он был настоящим человеком, героем и ярким примером для других. Таким он и останется. Навсегда.